Многократный чемпион Мордовии по киберфутболу Сергей Шеменков накануне прибавил к своей солидной коллекции республиканских медалей высшую награду всероссийских соревнований. Ульяновский представитель «Регион-13» стал чемпионом турнира «Волга-2017», «Кубок Поволжья», где в борьбе за медали победил футболист из топ-3 российского рейтинга, а также киберфутболистов, представляющих клубы РФПЛ. При этом перед началом соревнований Сергей Шеменков не вошел в восьмерку сейных игроков турнира, заняв девятую рейтинговую строчку. Турнир по игре «ФИФА-2018» был организован Федерацией киберфутбола России. Право выбора команды имели сами участники. Подавляющее большинство игроков решили выступать за «Реал» или «Манчестер Юнайтед». Сергей Шеменков отдал предпочтение испанскому гранду. «Реалы» – сильное атакующее линии, также сильный центр полузащиты, но хромает вратарь, поэтому некоторые киберфутболисты обрали именно «Манчестер Юнайтед», потому что там, как мы знаем, стоит лучший вратарь в мире, один из лучших – это Давид Дехея, поэтому как-то люди своеверные, которые думают, что пропускают вратарь много часто, поэтому берут «Манчестер». На групповом этапе Сергей Шеменков одержал три победы, однако затем в его игре произошел спад. И спортсмен смог выйти из-под группы лишь третьего места, решив вопрос о попадании в плей-офф в последнем матче. Но в дальнейшем подобных осечек уже не допускал. У меня был соперник из футбольного клуба «Локомотив» Артем Афанасьев. Я ему проиграл на групповом этапе, но в плей-офф собрался, выиграл две победы подряд. Далее попался мне Антон Елькин из футбольного клуба «Амкар». Он как раз топ-3 России в последней чемпионате. Обыграл я его 6-0 в первом матче и 4-3 во втором. Далее мне попался игрок в Тульского арсенала, который представляет еще организацию «Первим Великое». Обыграл я его 2-1 в серии, по пенальти у нас были два матча, и третий матч я собрался, 4-0 выиграл. Далее он по сетке лозеров прошел, в гранд-финале мы с ним встретились, я его обыграл по пенальти, первый матч, второй матч 7-1. Многие профессиональные киберфутболисты заключают контракты с клубами российской футбольной премьер-лиги, выступают в форме с их символикой, а на турнирах организованных РФПЛ защищают цвета своих команд на виртуальной арене. У них есть свои персональные фотографы, свои болельщики, а их выступления освещаются в социальных сетях. «Я играю за организацию Московского Royal Bears и соглашения, ну какой команды играть у меня с ними нет, я выбираю на свой выбор и выступаю под их гидой». «А ФК Мордовию не предлагал вам контракт?» «ФК Мордовию пока это, думаю, неинтересно, а когда начались эти вообще все турниры от Российской футбольной премьер-лиги, Мордовия находилась в первом дивизионе, и насколько я знаю, что Российская футбольная премьер-лига обязала клубы премьер-лиги подписывать игроков для участия в этом турнире». Долго отдыхать после одержанной на Кубке Поволжьей Победы нашему спортсмену не придется. Уже в эту пятницу в Москве на открытии арене состоится отборочный турнир под эгидой Российского футбольного союза и Федерации киберспорта, на котором будут разыгрываться путевки на чемпионат России по киберфутболу. Эти соревнования с призовым фондом в 1 миллион рублей будут проводиться в декабре, и попасть туда смогут только действительно лучшие игроки в киберфутбол нашей страны. Анастасия Мишкина, Александр Дюзяев. Наши новости.